Склонять или не склонять? Вот в чем вопрос. Как же все-таки правильно? В щелкове или в щелково? В нашу редакцию часто поступают сообщения о том, что склонять название нашего города не нужно, что это грубая ошибка. Так ли это? Давайте узнаем. За ответами отправляемся в школу номер три. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленая пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят, еще какие, недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, русские классики топонимы склоняли. И советские кинематографисты тоже. Сразу вспоминается название картины «Дело было в Пенькове». Не склонять название – тенденция, которой чуть больше четырех десятилетий. Но не все ее приняли сразу. Привычка не склонять название придает живой речи какой-то официальный характер, говорила писательница Лидия Корнеевна-Чуковская. Тем не менее, сегодня многие, услышав что-то вроде «в щелкове», впадают в недоумение или даже в ярость. Может быть, правила изменились? Давайте узнаем у того, кто в этом вопросе понимает больше простого обывателя. Михаил Андреевич Степанченков – учитель русского языка и литературы, педагог высшей квалификационной категории, кандидат филологических наук. Михаил Андреевич, такой вопрос. Все-таки склоняются ли такие географические названия, как Щелково, Фрианово, Монина и им подобные? В соответствии с современной языковой нормой такие существительные должны склоняться. Это кажется многим непривычно сегодня, наверное, да, и многие не хотят этого делать, но современные справочники именно показывают вариант со склонением. Поэтому правильно говорить «щелкове», «фриазине», «трубине». Может быть, есть исключения? Есть такие моменты, нюансы. Склонения имен не приветствуются в тех случаях, когда можно перепутать названия населенных пунктов. Например, у нас есть в Ленинградской области город Пушкин и наш сосед Пушкино. И если я скажу «в Пушкине», я буду склонять слово, то не будет понятно, о каком городе я говорю. Но, тем не менее, современная норма требует от нас склонения, и мы можем в таком случае просто описательно как-то говорить, да, или пояснять. Но исключений как таковых нет. Есть мнение, что не склонять такие названия стало уже новой нормой. Так ли это? Язык начал стяготеть к аналитизму, и вот это отсутствие склонения – это как раз признак влияния других языков. Потому что русский язык к фликтивным относится. Просто берем тип языковой структуры, да, иноязычной. Но в целом название городов чаще всего употребляется в официальных каких-то документах. У нас есть так называемый официальный деловой стиль, в котором отступление от современной нормы наблюдается повсеместно. И даже, когда мы говорим, можем часто услышать «согласно приказа», например, да, который абсолютно ненормированное выражение сегодня, но в официальном деловом языке такое даже сегодня можно встретить. Ответ на вопрос «склонять или не склонять» также найдется в архиве Щелковского телевидения. В 2021 году на семинаре эту тему подробно разобрали в Щелковском музее. Без родового слова «склоняется», с родовым словом «не склоняется». Простой пример – город Щелково. Понятно, да? В городе Щелково. Это строгая литературная норма. В разговорной речи возможны разные формы. Поэтому, с точки зрения правильности русского языка, Щелково должно склоняться, должно быть в Щелкове. Вывод. Такие географические названия склоняются, но есть нюанс. Если перед названием того или иного населенного пункта вы решите указать, что это город, село или деревня, то склонять не нужно. Получается в городе Щелково. А если без города, то в Щелкове. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.